Нет ни единого звука. Спокойно. И воздух чистейший. Значит, нужно покинуть это место и вернуться в Анкару. Ты еще у меня спроси. Ни телефона нет, ни интернета. В спешке выходя из дома я и книги забыла взять. Кстати, как мы будем переговариваться? Не знаю. На самом деле, с домашнего телефона я... Не смогу позвонить, потому что по цене за услуги мамы сразу поймут. Тогда я буду часто приезжать и книги тебе принесу. Напиши мне название книг, которые хочешь. Будем встречаться на назначенном месте. Потому что что такого? Два часа всего лишь ехать. Это несложно. Ягус, пора ты забыла, насколько мы с тобой бедные. Слушай, да ты должен максимально экономить на маршрутках, на которых ты едешь в вуз. Не могу я позволить, чтобы ты приезжал сюда на те деньги, которые тебе отправляют родные для обучения. Так еще, если из-за этого у тебя появятся долги в вузе, мне будет очень плохо. Нельзя так. Ну и что мы будем тогда делать? Там такие красивые цветочки, да? Ну, сходите завтра с Эйлю или памятник. Эта, иди сюда. Спокойной ночи. Тебе тоже. Слушай, хотели сделать томатную пасту, а мы опоздали. Сейчас доченька будет переживать за меня. Ой, как я соскучилась по деревне. Ну, что вы делали весь день? Развлекались? Да. Теточки, были проблемы, Эйлю? Нет, ты посмотри на эту красоту разве. Она может вызвать проблемы. Они хорошо присматривались за мной. Да будет Аллах доволен. Обоими? Кто-то пришел, тетушка? Черненький мальчик. Он такой отважный. Эйлю, о чем говорит тетушка, а? Кто приходил? Послушали, пока мне не было ты. Мы говорили, ели, пили чай. Эйлю, скажи ему, пусть каждый день приходит. Тетушка, ты расскажи мне, как выглядел этот парень? А? Он такой размером с дверь. Высокий такой, сильный. Надо было не забыть его и просить его дрова нарубить, а? Вставай, 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 говорите. Пойдем, пойдем. Мама. Эх, мой Софиет. Какой же он у меня все еще отважный. Сказал Софиет? Да, дядя Софиет пришел. Ага. Мой муж вчера пришел, навестить меня. Мой Софиет пришел. Он соскучился по мне. Эх, тетушка, мы ведь 10 лет назад похоронили его. Мы вместе были на похоронах. Сиди за своими словами. Дай бог, а? Макрин накаркать, такие вещи не говори. Мой Софиет жив. Порже мы разговаривали с ним. Он действительно с ума сошла. Тетушка, ты утром что, не выпила свои лекарства? Ладно, я принесу сейчас тебе их. Боже мой. То есть, ты мусор с травой соединила? Что ты сделала с ними? Что ты сделала, лекарство что ли, а? Сынок, все это я сделаю ради тебя. Все хоть того, чтобы ты смог остаться один на один с Элёль. Терпение мне, боже. Как Илюзия с травами мусором, а? Слушай, сынок, ты доверишься своей маме? Я заставлю Нуран это выпить. Наша дорогая Ниня, когда мы были маленькими, не могла справиться с маленькими детишками. Кипятила по этому рецепту напиток заставляла нас их пить. Ну а мы ууууууууууууууууууууууууууууу и засыпали крепко-крепко. Даже если бы шар лопнул перед нами, мы бы не проснулись. Ну вот, Нуран именно так же и заснет. А ты в этот период Останешься один на один, стрелью. Я думал, что я похож на отца, но мой ум точно от тебя. Молодец ты у меня. Орай. Не знаю как, но ты должен запомниться этой девушке. Хочется она твою или нет? Хорошо, сынок. Не волнуйся, матушка. Эх, рази. Ой, Элюль, здоровье твоим ручекам, плюнуть это как лекарство. Кстати, о лекарствах. В чайнике осталась горячая вода, доченька? Осталась, а что? А, хорошо. Я просто сделаю чай с твоей матушкой, мы выпьем. Чай из трав, я поэтому спросила. Слушай, если мне будет плохо, у меня в сумке есть таблетка, выпью я ее. Ой, ну что ты, ну ранушка. Мы ведь сейчас в деревне, свежий воздух. Какие лекарства, что ты говоришь? Ну чего ты? Есть ведь природные лекарства. Слушай, это рецепт моей покойной Нине. Мама, что случилось? А, она со вчерашнего дня говорит, что у нее голова болит. Нет, дорогуша, нет, просто вчера у меня немножко голова болела. Все прошло, клянусь, ничего не осталось. Нельзя. Мы сделаем это, я заставлю тебя это выпить. Хорошо? Ты меня послушай. Ну, ран. Опять что ли эти безбожники пришли? Теточка, ты проходи, проходи. Проходи, садись тут. Ты наружу посмотри. Безбожные. Вставай оттуда, вставай. Это место моего сафиета. Будто суперкрем приклеили. Вставай, говорю тебе. Вставай же. Проходи, тетушка, проходи. Уран, дорогая. Пойдем мы с тобой, сделаем тебе чай. Пойдем. Эх, тетушка, эх. Возьми, дорогуша. Ну, раз уж ты порезала... Руки бери, не прикасайся. Посмотри на вас. Безбожный. Я говорю, дорогуша, не тебе. Невоспитанный. Где матушка? А, она спит. Она сказала, что хочет прилечь и... Заснула. К тому же травяной чай в сон тянет. Вот в чем дело. Ничего себе. Но мы грибы хотели собрать. Пойду проведу ее. Нет-нет, доченька, ты не иди. Пожалей. Не надо будить сейчас маму к маме свою. Она постоянно говорила, что у нее голова болит, Эйлю. Дай ей сдремнуть, и боль пройдет. Эээ, вот что я хотела сказать. Ну, вы с Куралем хоть сходите грибы собрать. Нет, я с матушкой схожу. Но... Грибы сразу надо собирать, доченька. Ведь... Те, которые до завтра дотянут, они сгниют. Да и... К тому же... Бедняга. Твоя доченька до вчерашнего вечера говорила, что собирается грибы пожарить. Я послежу за тетушкой. Вы не переживайте. Вы можете идти за грибами. Ну а твоя мама спит внутри. Ну же, вы идите. Хотя бы чуть-чуть грибочков наберите. Эйлю. Я хорошо разбираюсь в грибах. Пойдем, я помогу тебе. Ведь можешь спутать по ошибке ядомит и изъедобное. Эйлю, я же говорил тебе, если мы утром после дождя вышли бы на охоту, больше бы набрали. Вот смотри, там есть парочка. Да, вижу. Кажется, ты все еще зла на меня, да? Из того паренька, который с тобой следовал. Я ни на кого не разозлилась, брат. Я просто хотел защитить тебя. Вокруг очень много хулиганов. Хочешь, не хочешь, а невольно защищаешь людей, которые тебя окружают. Не нужен мне защитник, брат. Спасибо. Слушай, еще парочку соберем и пойдем, давай. Мне надоело. И так не осталось грибов. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok